Время что такое, знаете? Время. Что это за сила? Или это на часах? Время. Время что-то такое? На часах и чик-чик-чик-чик. Оно что-то со мной делает? Вот оно чик-чик-чик. Со мной что-то происходит? Я старею, да? Да? Стареет человек, да? Это время как действует, да? И всё? Умеличивает трудности. Вот оно психически умеличивает трудности в течение жизни. А физически стареет человек. Вот, допустим, ребёнок, у него время очень медленно течёт. К чему? Потому что хорошо жить, легко-то, тянется день, очень долго. Счастья очень много. С возрастом пролетела жизнь, летит. С возрастом летит время. По-разному действует, да? У нас. Но оно стареет человека постепенно. Но психически количество счастья, легко доступного счастья, уменьшается. Количество труднодоступного счастья увеличивается. То есть счастье остаётся. Но чтобы счастье получать с возрастом, нужно совершать аскезы. Если ты их не совершаешь с возрастом, счастье будет всё меньше, уменьше. Может, не хочешь, не будь счастливым. Вот, допустим, мне, чтобы быть счастливым сейчас, я позавчера что сделал, чтобы быть счастливым? Я пробежался 17 километров в трусах, шапке и варежках. Спортивные трусах, шапке, футболке и варежках. Потому что мёртнут во время бега только пальцы, рук и голова на морозе. Да, в Краснодаре я пробежался, здесь, под Краснодаром. Завтра будете бегать? Где вы бегаете? Я бегаю только раз в шесть дней. Я же не акилопа, чтобы каждый день бегать. Я бегал позавчера, значит, в следующий раз по кругу побегу. У вас пролёт в этот раз. Ну, вот я пробежался дома 17 километров. Я же не молодой парень, чтобы бегать по сону. Я пробежался всего 17 километров. Ну, со скоростью 6 минут 30 секунд километр примерно. Вот, и потом залез в ручей. У меня дом ручей такой. Ну, как бы там заводи есть, вот по кругу прямо. Там где-то сейчас в ручье 6 градусов. Я на 5 психических слоёв пробежался, потом на 5 психических слоёв посидел в ручье. Сколько там, ну, где-то, может, минут 7-8, там, вот при такой температуре. Вот. И потом... Я получил счастье. Так? Ну, правильно. Надо попробовать. Ну, то есть, с восказа там аскезы дают человеку счастье. За это ты ничего не делаешь, урожай нету. А, верно. Тогда счастья не будет. А нужно содержать аскезы с возрастом, тогда будет счастье. Три вида аскез пост, длительное движение и неподвижное положение тела. И плюс ещё аскезы, связанные с факторами природы. Это солнце. На солнце долго быть, очищая человека, лечить. Ага, это иначе даже солнечный удар. Это глупость. Солнечный удар означает блоки. Если ты блоки прочищаешь, ты будешь долго на солнце и получать больше радости, всё, подпитываться. Дальше ветер или горы дают энергию счастья. И вода. Три силы. Или пассивное наполнение идёт, или активное с помощью аскез. То есть, возрастом, энергию природы надо всасывать с помощью силы. Ты уже просто так не сможешь её получить, как в детстве. Нужно её в себя засасывать, тогда счастье приходит в жизнь. Радость. Итак, время. На грубое тело просто ставит. А психическое тело, у нас ещё психическое тело, знаете? Подозреваем. Некоторые думают, что они любят одним местом. А любовь – это на самом деле психическая энергия. Это с сердцем связано. Не с сердцем, который бьётся, а с энергетическим сердцем. Если энергетическое сердце, оно по центру груди находится. Поэтому, когда сердце, говорят, тебе не хочется покоя, это не означает вот здесь. Означает вот здесь, вот здесь сжёг, прямо по центру. Здесь. Энергетическое сердце. Ну, вот это психическое тело, оно с возрастом надо больше силы, чтобы быть счастливым. Накапливаются трудности с возрастом. Вот. Это так действует время. Но это один только вид времени. Понимаете? Один только вид времени. Есть ещё другой вид времени. То есть, это тот же самый вид времени, но действует он иначе. Вот. Он действует циклически на человека. И вот это вообще люди не понимают, вот это вот циклическое влияние времени. Вот. Первый вид времени мы обсудили, а теперь второй вид времени. Второй вид времени, он действует циклически. Эти циклы, они, когда человеку хорошо жить, у него ничего плохого это не вызывают. У человека с годами просто чуть-чуть побольше, поменьше силы. Но есть циклы плохие ещё. Наступают беды. И вот эти беды, они блоки психические у человека создают. И потом, если человек аскезы эти блоки не убирает, он всю жизнь потом страдает. Некоторые такие блоки бывают, что человек даже не выносит и умирает преждевременная смерть. заснул, не проснулся. А это от блока всё идёт. Это не просто так. Не бывает просто так. Тогда смысл жить, если нет гарантии никакие. Просто заснул, не проснулся. Причина неожиданной смерти, она находится в психических блоках. Человек не справился с блоком в какое-то время. Аскез не совершал, согласился жить так вот, в подавленном состоянии. Потом проходит какое-то время и неожиданная смерть. Поэтому, когда приходит плохой период, циклы, ещё раз повторяю, время тикает. Вот есть часы, которые вот так тикают всё время, вот так вот, непрерывно. Только один ход времени. А если бы были другие часы для каждого человека, когда время тикает, быстро-быстро-быстро-быстро, потом медленно-медленно-медленно-медленно. Быстро-быстро-быстро это означает хорошее время. Незаметно течёт, значит, всё хорошо. Медленно значит, тяжёлый период пошёл. Это у взрослого человека. Ребёнка всегда медленно. А у взрослого человека то быстро означает хорошее время, хорошее сутка и медленно потом. Если бы такие часы у нас были, мы бы видели, как у нас время течёт. И вот эти циклы, Когда плохой период наступает у человека, то копятся блоки психические, они потом, это как проклятие, они потом разрушают жизнь. Может выкидыши возникнуть, или муж уйти, там, все что угодно, это делают эти блоки. Их надо очищаться от них, иначе жизни счастья не будет. Количество лет не имеет значения, года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение, я думаю, только количество бед. Только количество бед. Понятно? То есть этот цикл, вот эти часы первые, цифры, ребят, они нас вообще никак не волнуют. Текут себе и текут. Человек должен жить до 100 лет. Но почему все раньше уходят из жизни? Потому что есть циклическое течение времени, это плохие периоды, о которых мы с вами говорили. Вот они, плохие периоды. И когда человеку хорошо, что он руку будет поднимать? Ну все нормально. Не были мы ни на каком-то эти, нас здесь неплохо корит. Помните? У попугая наступил плохой период, и он как бы вылетел из дома, и у него все счастье лофа закончилось. А кошка живет на улице, это ее дома, она там ей хорошо. И попугай начал там, у него стресс, он начал рассказ про таити. А кошка ему говорит, да не были мы ни на каком-то эти. Она ножки маленькие, сама толстая такая. Помните, мужики? У нее хороший период шел. Но пока я плохой. Я реально в этой истории столкнулся вообще просто вот один в один в Израиле. Я молился на балконе, и слышу такой крик попугая. Э-э-э-э. Вот. Говорю, что он орет так сильно? Соседка, вы крики, вы говорите, посмотрите на вашем балконе, попугай, есть или нет? У меня Геша пропал. Геша, Геша кричит. Он, э-э-э, откуда-то орет, короче. Ну, из дома вылетел, короче, Геша. Вот. И потом что-то перестало орать. Ну, мы с женой пошли купаться на море. Мы ездим, оздоравливаются в Израиль. Пошли купаться. Выхожу на улицу, смотрю, две кошки сидит черными такие. Посередине Геша. Они просто его не съели, потому что дива дивная. Он красивый-красивый такой, зелено-красный такой. Попугай просто красавчик вообще сидит и смотрит на них. Он не знает еще, что такие кошки. Он изучает. А они тоже не знают, кто такой попугай. Они такой-то красивый. Может, они накормлены были. Я не знаю, чего его не съели. Ну, в общем, я Гешу взял, в целлофановый пакет посадил. Так он не давался. Я его пытаюсь взять, он клюет. И не улетает. Видноручной. Я взял его пакетом, накрыл. И он попал в стресс. Потому что он никогда в жизни пакетов не находился. Вот. И когда мы его принесли домой, выложили мы его, и он лежит такой уже. Как будто поменьше. Ну, я сразу включаю голос святого человека. Думаю, помирает попугай. Надо хоть на смерти святого человека хоть послушать. И он как только услышал голос святого человека, он такой начал дышать сразу. Начал дышать. Потом лучше, лучше, лучше. Потом раз такой сел и слушает прямо этот голос. Слушает вот так вот. Потом начал. Не. Не. Вот так вот. И все. И мы его оставили в этой комнате. Болос святого человека. Мы его не трогаем. Он так и слушал, сидел. Потом мы позвонили соседу, когда она домой пришла, она из дома убежала, что попугай несколько часов послушал святого человека. Для этого все Господь ему устроил. Всю историю. Вот. Потом она, встреча произошла. Она когда пришла, он сразу ей на плечо сел, там ее целуют. И такое счастье, встреча, короче, произошло. Вот такая вот приключение блудного попугая Геши. Видите, даже у попугаев бывает плохой период. Не то, что у человека. Вот. Один в мультике мы знаем, другой в моей жизни произошел. Реально. И как святой человек может даже попугая спасти, не то, что вашего дурака. Поэтому включайте дома голос святого человека. Если попугая помогает, что думаете, ваш алкоголик не вылечится? Итак, плохие периоды. Откуда они берутся? Когда человек совершает плохой поступок, сразу не подникает ответа. Если бы так было, все было бы слишком просто. Бог хочет нас научить мудрость. Поэтому человек совершает плохую поступку, никакого ответа, никакого привета. Типа, все классно. Что хочу, то и делаю. Нет. Копится, формируется семя греха. Когда формируется семя греха, то у человека появляется сильное желание делать то же самое. Вот изменил жене, дальше просто болезнь. Хочется изменять, изменять. Не может остановиться человек. Своровал, хочется воровать, воровать, воровать. Обмануть хочется обманывать, обманывать, обманывать. Накриветал на кого-то, хочется клеветать, клеветать, клеветать. И так, безостановочно идет процесс формирования семени греха. Потом семя начинает прорастать. Когда оно прорастает, то все говорят, это блудный человек. Ну, значит, он уже все, на нем уже клейнул, то есть уже растение, блуда начало расти. Ну, ему как с гуся вода. Ничего, никаких проблем. Потом веточки прорастают. Веточки – это друзья. У него компашка вот таких блудных людей, друзей появляется. Потом листики. Листики означает, что у человека появляется к этому сильный вкус. Он начинает питаться солнцем блуда. Он говорит, да это самая классная жизнь вообще изменять. У него философия такая развивается. Он говорит, это и есть правильная жизнь. Не ходите на лекции или иначе. Ходите в публичный дом, что время за ее тратить. И потом плоды начинают форминать. Вот когда плод созревает, вот тогда приходит время расплаты человеку. Видите, как долго, какой путь, да? И поэтому копятся, 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 копятся грехи. И поэтому наступает, что? Плохой период. Потому что они же копились. И теперь долго отрабатывать надо. Вот и вот вам плохой период. Теперь плохие периоды. Какие бывают плохие периоды? В зависимости от того, как действует грех. Плохой период может быть личным у человека. Вот в семье у всех хороший период, у меня плохой. Конечно же, он будет влиять на всех. Все люди будут в какой-то степени страдать. Но я буду страдать больше всех. У меня плохой период. А может, у всех семьи плохой период наступить. Когда все в семье страдают одинаково. Изгнание какое-то они попали. Или война началась там. Ну, то есть вся семья страдает сразу. Ну, война неправильно, например, привела. Допустим, переезд куда-то. Переехали и сразу тяжело жить всем. Там иммиграция, допустим. Еще что-то. Плохое тяжелое время для всей семьи. Может, вся фирма, допустим, страдает. Фирма целая. Плохой период. Фирма ничего не продается. Крокодил не ловится, не красит кокос. Плачет богомолится. Не жалею слезы. Может быть, плохой период для города целого. Я, допустим, в Омск ездил раньше. Был прекрасный город, такой процветал. Потом бац. И там все. Денег нет. Все деньги перешли в другой город. Там приехали бизнесмены. Забрали. Они даже платят по счетам не администрации своего города, а другого города. Все налоги идут туда, в другой город. А им ничего не остается. Это означает плохой период. Нет у города никаких денег бюджетных. Плохой период. Он закончится обязательно. Будет хороший период у города. Может быть, плохой период у страны и у целой. Целая страна попадает в зону войны. Допустим, война в стране идет. Разруха. Электричества нет. Гарантий никаких нет. Жизни очень опасности. Вопросы предостерегают. Разные. Могут на войну забрать. Может. У целой страны плохой период может быть. Может быть, у целой земли плохой период. Коронавирус. Какая страна пострадала от коронавируса? Какая страна от коронавируса пострадала? Все страны. Вся земля. Плохой период для всей земли наступил. И он наступил когда? В девятнадцатом году. Для всей земли плохой период. Он сейчас закончился этот плохой период для земли? Нет. Вся земля страдает. Сначала она страдала от вируса. Потом экономический кризис наступил. А сейчас что происходит? Земля накаляется от ненависти. Люди начинают ненавидеть друг друга. Полярность, поляризуется мир на разные лагеря, идет ненависть, усиливается между людьми и народами. Разрушаются экономические связи, социальные связи, культурные связи, нравственные связи. Все разрушается. В целом, если говорить о периоде, можно как определить, какой период? Можно определить по мышлению и можно определить по памяти. Вот, допустим, по мышлению. Допустим, муж с женой живут. У нас хорошее отношение, значит хороший период. Дальше. У нас плохие отношения, значит плохой период. И плохие периоды бывают разной степени тяжести. Допустим, у меня хороший муж, но с ним тяжело. Условно назовем этот период тяжелым периодом. Дальше. Уже я не знаю, хороший ли он или плохой. Но мы не можем нормально вместе жить. Как только мы начинаем разговаривать, сразу наступает ругань. Это называется жесткий период. Тот же самый муж, та же самая жена. Период поменялся, жесткий период, люди начинают общаться, ругань наступает. Они не могут поговорить друг с другом. Есть еще жестокий период. Жестокий период, это значит, что не как бы, когда тяжелый период, нам тяжело. Когда жесткий период, я хорошее, он плохой. Человек становится плохим. Был хорошим, стал плохим. А когда жестокий период приходит, тот человек становится кем? Врагом. Врагом, я его ненавижу. Вы проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Такой период с машиной уже жестокий. Наступило подношение с машиной. Жестокий период разрушает семью. Ненависть. Развод, потом суды, война, вражда. Между близкими людьми наступает. Вражда. Между близкими народами может наступить вражда. Это жестокий период. Так есть. Между странами, допустим, добрососедские, дружеские отношения. Потом тяжелый период. Тяжелые отношения. Мы разные. Тяжелый период, мы разные с ними. Мы разные. Жесткий период. С ними невозможно. Невозможно сотрудничать. Мы хорошие, они плохие. Это жесткий период. Мы хорошие, они плохие. Жесткий период. Жестокий период между странами. Они враги. Военное положение начинается. Бывает холодная война, бывает горячая. Если правители и люди справляются, молитвы достаточно, доброты достаточно у людей, то тогда холодная война идет в жестокий период. Терпения у политиков хватает договариваться. Но когда не хватает сил справиться с судьбой, тогда начинает горячая война. Кровь начинает литься. Жестокая судьба торжественная война. Жестокая судьба торжественная война. Нас интересует хороший период. Никого не интересует. Правда, всех интересует плохой. С хорошим понятно. Олег Геннадьевич, мы сами разберемся, что с ним сделать. Не надо рассказывать. Все нормально. У нас все запланировано. А когда тяжелый период приходит, тогда нужна помощь. Человек не знает, что ему делать. Куда бежать? Особенно у всей земли в жестокий период. Куда бежать? В какую сторону, чтобы легче жить было? Все, мы сейчас будем изучать. И также жестокая судьба на всей земле. Давайте сравним это с погодой. Бывает жестокая погода? Жестокая погода это что такое? Ураган. Ураган, да? Смерч. Да? Гром, молния. Какие мы можем закономерности найти? Вот допустим, смерч. Это что такое? Это жестокая судьба, связанная с погодой. Жестокая судьба означает беспредел. Понимаете? То есть, чем отличается хорошая судьба от жестокой? Вот вы говорите, Алигинач, я вообще не понимаю, что с мужиком произошло. У него крышу взорвало. Он мою маму считает, что она ведьма, колдунья. Вот это нормально? Вот у мужика так работает башка. Ответ такой, нормально. Когда приходит жестокая судьба, у всех людей рвет крышу. Вот почему? Что значит жестокая судьба? Значит, рвет крышу. Вот допустим, нормально, смерч идет и рвет крышу на доме. Это нормально? Ну да. Нормально, потому что идет смерч. Вот вы это понимаете. А что бывает смерч? Как энергии времени действуют? Вы этого не понимаете. Любому человеку, если дотронется смерч времени до головы, сорвет крышу любому человеку. Даже Олег Геннадьевичу. Я разок вот здесь, прямо в Краснодаре, читал лекцию по палочности, по самоконтролю. Я, это было жарким летом, и я в это время, в этот день, ну, Бог решил, он вообще юморист страшный. Ну, чтоб вы знали. Правда, он очень юморный. Юмор идет от Бога. Мороз. Ну, чтоб похватиться. А там я съел больше. А мороженое останавливаю пищеварение. И я читаю лекцию по самоконтролю. Вот так, читаю лекцию по самоконтролю. Здесь, в Краснодаре, так. И говорю, извините, я сейчас. И мужчина один, он решил, воспользоваться случаем, и пойти в туалет. Ну, Олег Геннадьевич куда-то побежал. И он слышит, как Олег Геннадьевич пугает унитаз. Я вон в соседней кабинке и слышал. Олег Геннадьевич. Я потом сел. И рассказал всем, как у меня самоконтроль проходит. Успешно. И потом опять вторая серия. Пошло, пошло. Судьба жестоко обошлась со мной. Даже лектор, я не могу так это позориться. Понимаете, смешно. Я согласен, что смешно. Мне тоже смешно. Но смешно, когда это уже было. Когда это происходит, это не очень смешно. А если бы пошло в другую зону, у меня мороженое, чем и тогда было? Тогда бы даже встать было опасно. И то, что куда-то побежали. Я бы сидел, пока все не вышли. Я разок на стул садился. И у меня новые штаны были. И они треснули прямо вот так. Полностью так. Пришлось дождаться, когда все выйдут. Ладно, я шучу немножко с вами, потому что лекция будет тяжелой. Итак, жестокая судьба. Мы уже забыли, как мы сидели по домам. Нам не разрешали выходить у некоторых. Заваривали двери. Пищу приносили. В окошечке. Мы это все помним. Потом вдруг мужиков начали забирать на войну. Неожиданно. Это жестокая судьба. И здесь очень важно понять, где идет вихрь. Вот, допустим, вихрь идет рядом с вами. Я видел один видосик, мне очень понравился. Это классика жанра. Идет вихрь рядом. И человек видосик делает. А что делает? Вихрь. Вот он. Вот, сейчас, видосик. Он не знает, что жестокая судьба, когда идет, то вихрь ему по барабану, что ты думаешь. Он не обязательно будет вот так идти мимо тебя. Он взял и повернул прямо на него. И тот даже не успел вот аппарат убрать. Видосик закончился вот так. Потому что, когда рядом с тобой вихрь идет, то надо шевелить мозгами. И ногами. Совершенно верно. Потому что, веды описывают, что, когда идет наводнение, животные делятся на две категории. Одни в норке и прячутся, а другие убегают. И третьи улетают. Как вы думаете, кто спасется? Те, кто улетают, спасутся наверняка. Те, кто убегают, скорее всего. А те, кто в норке, шансов нет выжить. И вот, допустим, городу приближается война. Что должны люди делать? Улетать лучше всего, если есть деньги или возможности. Но надо это прежде времени чувствовать, уже заранее знать, что к городу приближается война. Потому что, когда уже рядом будет, ты уже не сможешь нести ее делать. Движения блокируются. Все захотят уехать. Будут на дорогах пробки. Не будет бензина там. Бензобак даже не заполнишь. С чемоданами не убежишь. С детьми маленькими не убежишь. Ну, то есть, а некоторые вообще придурки просто сидят в домах. Думают, бомбежище, бежище, спасутся. Каком бомбежище? Война разрушает весь город. Ничего не останется. Итак, правило номер один. Жестокая судьба пришла, шевелишь шестеренками, смотри, где она действует. Вихрь пошел в твою сторону, сматывайся. Главное, вовремя смыться, когда действует жестокая судьба. Это правильное правило. Пусть я там потом кем угодно назову, трусом, предателем, там, не важно. Ты сохраняешь свою жизнь. Конечно, есть люди, которые защищают родину, а не идут воевать. Это тоже нормальный выбор. Иначе, если бы никто не пошел воевать, то как родина будет сохранена? Ее разрушат? Но если люди не идут воевать, вот что им сидеть в этом городе? Вот женщинам, детям, там, старикам. Что вот им сидеть там в этом городе? У меня одна знакомая, в Донецке, когда в 14-м году, она проверяла, проявляла силу молитвы. Абсолютно. То есть объявили воздушную тревогу, ракеты начали летать, взрывы. Она сидит у себя в квартире и молится. И верит, что Бог ей поможет. Это не как в анекдоте, это жизнь. Смеяться рано. Потому что ракеты, когда летают, не до смеха. И она сидела и молилась, ракеты летали. И неожиданно у ней резкая такая боль. Вот иногда бывает в жизни так сильно хочется в туалет, что прям аж резкая боль в мочевом пузыре. Кто-то встречал, да, такую жизнь. И у ней так резко мочевой пузырь замкнул, что она просто даже не сообразать перестала. Она просто побежала в туалет. Когда она закрыла дверь, то в этот момент всю ее комнату разнесло просто в клочья. Ну то есть залетела ракета и взрыв произошел. А она спаслась из-за того, что была в туалете. Потом она, когда дверь пооткрыла, она увидела, что там, где она сидела, там все перекорежено в этом месте. И она подумала, ну раз уже ракета прилетела ко мне, значит второй раз в одно и то же место не попадет. Она села дальше, почувствовала, что Бог ее защитил. Посела, села дальше молиться. И тут произошло все чудо. Бог прямо из сердца ей сказал, а теперь дура в голову убежище. Вот теперь можно уже смеяться. Потому что когда приходит вихрь, смерть, надо сматываться, а не молиться. Потому что человек выбирает, выбор у человека здесь такой. Не хочешь жить, не живи. Это твой выбор. Молитва тебе уже не поможет, потому что есть зоны, где судьба не действует, где действует смерть. Знаете, что есть две женщины. Одну женщину зовут судьба, а другую смерть. Когда смерть приходит, судьба уходит. И там уже делать нечего. Если вот эта женщина, смерть пришла к человеку, судьба, до свидания. И вы можете выбирать иногда, человек выбирает, со смертью или судьбой жить дальше. Если смерть идет, вы остаетесь в этом месте, в городу приближается война, вы думаете, еще немножко пожилу, значит выбирает смерть. А потом все может очень неожиданно произойти. У меня такая была ситуация, я рассказываю всем, чтобы вы понимали. Когда в Украине началась война, уже много людей в Украине слушают мои лекции. Вот. И в Мариуполе, когда вот это все начиналось, я говорю, прямо сейчас уезжайте. Они говорят, ну Олег, где начали? Ну вы что, смеетесь что ли? Ну тут у нас там дети, там работа, там учеба, там. Мы не можем прямо сейчас, надо как-то вот это там. Я говорю, прямо сейчас уезжайте. И они всего два или три дня промедлили. И в результате этого город был окружен. И они потом забрались в один дом в центре, в подвале сидели, тридцать человек молились. И мне звонит, говорит, Олег Геннадьевич, а интернет работает? У нас так все хорошо, у нас нормально, мы под защитой, потому что когда смерть приходит, она что делает? Она две вещи с человеком делает. Первая вещь, запомните, человек опарализует волю, он становится обездвиженным, он не знает, что ему делать, он не знает, куда ему бежать, он просто вот так застывает, когда смерть приходит. Вот человек, допустим, едет на машине, смерть пришла, он так руль вот застывает, и все, он врезается. А второй вариант, когда смерть приходит, то человек теряет разум и входит в состояние эйфории. Вот они так как молились, они вошли в состояние эйфории, они потеряли чувство страха, они смеются, такие, Олег Геннадьевич, у нас все хорошо, там взрывается, а у нас нет. И мы знаем, что у нас и не будет никогда взрываться. И я начал молиться, и увидел, как в этот дом прилетают два снаряда, как одна девушка красивая и талантливая погибает на руках у своего мужа. Как увидел, как люди с покалеченными судьбами потом эти все остаются, там очень много разрухи. И я им говорю, ребята, вот будет так и так-то. В вашем доме будет война, на верхних этажах будут сидеть солдаты, воевать, кто-то из них погибнет, потому что прилетит снаряд, и так далее. Вы это все будете свидетелями, и кто-то из вас тоже погибнет. Так я увидел их судьбу. Потом, когда мы все вместе, мы провели ретрит, все вместе сильно помолились за ним. Много-много человек, несколько сотен человек молились. И после этого я почувствовал, что они будут спасены. А на следующий день они мне звонят и говорят, у нас есть люди, которые вот в этом направлении вышли, никто не стрелял. Я говорю, там в этом направлении, они друг друга поубивали, там сейчас нету солдат. Надо туда ехать. И они рано утром в 6 утра поехали машинами туда. Много машин поехало в это направление. Стреляют вокруг война, они едут туда и стреляют. Там не стреляют. Риск. Прохлопали время. Надо было сразу уже. Теперь я помолил, сказал, едьте туда. Это ваш последний шанс. И они говорят, мы в 10 утра поедем, потому что будет организована в это время колонна. Я говорю, не надо ждать эту колонну. В 10 утра уже будет стрельба. Едьте сейчас. Они подслушались, поехали и проехали. Когда колонна в 10 утра поехала, ее расстреляли. И так они спаслись. Потому что второй раз хотя бы послушали после молитвы. Но лучше было, это было в первый раз. Если бы эта девочка пошла сразу в бомбе-убежье, писать в туалет, бежать не надо было. Понимаете? Бог, конечно, может защитить, если человек моется, но зачем испытывать судьбу? Поэтому правило номер один. Жестокая судьба действует не везде одинаково. Она вихрями действует. Есть зоны опасности. И если человек может почувствовать, любой человек может почувствовать в виде скованности и эйфории. Вот это страх такой сильный. Или наоборот. Это значит, что смерть пришла. И человек должен из этого места убежать. Есть всего две категории людей. Одним судьба говорит, иди защищай родину. Человек идет защищать родину, как герой погибает. Или второй должен убежать. Больше нет никаких категорий. Просто сидеть и ждать, так сидеть. Такой варианта нет. Это означает, что ты не понимаешь, как действует жестокая судьба и будешь уничтожен временем. Так мы изучаем жестокую судьбу. Вот как вы думаете, самое главное действие, когда приходит жестокая судьба, какое? Ножки делать? Нет. Это тоже действие, хорошее иногда. Но есть другое действие. Самое главное действие какое? Два воина стали друг перед другом сражаться. Самое главное действие какое? Сражаться. Мне кажется, это уже поздно будет сражаться. Самое главное действие это настрой. Есть четыре настроя всего. Вы знаете, кто такой Али? Знаете? Это уже вторично. Пророк. Это близкий родственник Мухаммеда. Это полномоченный человек. Божественный воин, который никогда не проигрывал в своей жизни. Когда выходил на поединок, он стоял перед врагом и говорил ему, побеждает вера, не сражайся со мной, ты будешь уничтожен. Подчинись воле Богу. И тот говорит, да что ты мне тут проповедуешь? Вытаскивай меч и сражайся. Он говорит, я не буду вытаскивать меч, потому что если я вытащу меч, ты погибнешь. Тот говорит, ну ты даешь, я тут самый лучший воин, я тут всех уничтожаю. Достает меч, начинает махать, тот уворачивается некоторое время, а потом достает меч, один удар, и тот уничтожен. Вот это Али. Понимаете? Поэтому его именем называют там Мухаммеда, там Али, там еще кого-то Али. Много разных Али появляется. Но первый халиф в исламе был Али, который обладал огромной силой духовной, непобедимой силой. То есть жестокая судьба отступала перед ним, потому что он обладал огромной силой веры к Богу и погребимой силой, которую невозможно не имитировать. И есть разные просто веры, и в разных верах эта сила по-разному действует, потому что вера это вкусы разные, духовные отношения с Богом. Например, вкус христианских отношений с Богом это вкус самопожертвования, вкус доброты, вкус смирения, вкус принятия судьбы. и, допустим, другим таким, такой личностью был Иоанн, который знал, что ему отрезали голову. И он по-доброму относился даже к тем римлянам, которые зашли, чтобы это сделать. Ему отрезали голову, и он в это время думал о Боге. Он был тоже непобедимой личностью, но его непобедимая справилась вот так. Потому что смерть не имеет никакого значения, если ты знаешь об этом, изучаешь эту тему. Вот, допустим, у вас у каждого, у каждого человека сидящего здесь в зале есть тонус жизненный, который является мотивом всей жизни. У кого-то этот тонус силы, отваги, смелости. Вот, допустим, у вас почему? Потому что вы в прошлой жизни погибли, умерли как герой. То есть вы храбро ушли из жизни, и поэтому вы с детства храбрый человек, то есть у вас нет страха. Некоторые люди уходят из жизни в испуге, когда страх всю жизнь сопровождают. Другие уходят из жизни в печали, когда печаль всю жизнь сопровождают. Называется жизненный тонус. У каждого человека свой жизненный тонус. это как награда или проклятие. На всю жизнь. Жизненный тонус не меняется у человека в течение жизни. Он остается на всю жизнь. Вот если человек, допустим, ушел из жизни и он размышлял в это время об истине, то тогда он всю жизнь, на следующей жизни размышляет об истине. Вот как мужчина вот сидит белым. Он так уходил из жизни. Поэтому всю жизнь он думает об истине постоянно, размышляет. Это тонус, жизненный тонус. Поэтому смерть это всего лишь благословение или проклятие. Это экзамен, который человек сдает. Если человек как герой погибает, он вообще идет в рай. И он испытывает счастье там. У меня есть друг один, Саша. Мы с ним учились в школе. С первого класса до десятого. Он был скромным мальчиком таким. Потом Саша начал слушать лекции мои, когда уже стал взрослее. Его сын тоже начал слушать мои лекции. Его жена, вся семья слушала лекции. И Саша он работал над собой, развивался, он побеждал судьбу. Но так случилось, жестокая судьба так распорядилась его жизнью, что он в жестокий период не справился с собой. Он после пробежки пошел купаться и было сильное солнце. И он в прикосновении с водой резко у него солнце подействовало на него. Он потерял сознание и затребнулся и погиб в воде. Мой друг. Но так как он погиб как герой, потому что он думал о Боге в это время, желал всем счастья, он сейчас находится в раю и радуется, смеется. Он испытывает огромное счастье. Хотя его сын и жена, они не понимают этого и страдают. Не чувствуют его связь с ним. Я чувствую и радуюсь за него. Но они не чувствуют, потому что для этого надо немножко развиться, чтобы это почувствовать. Таким образом смерти нет. Есть просто миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну то есть смерть не так важна. Важно настрой. И когда приходит жестокая судьба, самое главное это настрой. Потому что настрой, жестокая судьба это как ветер сильный, который дует всех людей. И есть всего три типа, четыре типа настроя. Один тип настроя удивительный. Его невозможно описать. И этот тип настроя люди не могут так просто искусственно взять в своей жизни. Это милость от Бога. Бывают уполномоченные люди, у которых божественный настрой. Их победить невозможно. Жестокая судьба не может с ними ничего сделать. Как допустим другой вот почему я мусульман привожу, потому что это такая вера, что в ней Бог проявляется как могущество, сила, храбрость, стойкость. То есть мусульмане они настраиваются на они поэтому говорят Аллах Акбар то есть Господь Велик то есть они настраиваются на Бога и Господь им показывает вот эту силу непобедимости силы смелости. Это не значит что другие веры хуже допустим христиане настраиваются на Бога и Бог им дает доброту самопожертвование сострадание великое но сейчас у нас вот такие примеры потому что мы побеждаем судьбой был другой непобедимый воин его звали Халид Валид он был предварителем мусульманской армии если это можно так назвать армии потому что там были плохо вооруженные люди такие плохо обученные они просто из веры сражались они были очень сильно верующими и этот Халид Валид окруженный такими же несколькими десятками людей его убить было невозможно потому что когда человек думает о Боге в момент сражения то Бог не дает даже стрелам в его сторону лететь Бог же всем здесь управляет то есть его просто невозможно убить и все называется непобедимый воин и он с кучкой вот таких вот солдат прошел прямо знаете регионы римские это вообще непобедимая строй там на 7 метров копья вперед вот ну невозможно ничего сделать он пробил эту фалангу пошел потом следующую фалангу и так с кучкой людей туда шел шел вперед дошел до командира командир не может уходить назад бежать потому что все демонизованы когда люди сражаются только на храбрости основано все действие если люди видят что все пошло не так то у них опускаются руки и все они не могут сражаться и он убил этого предводителя римская армия потом вернулся назад абсолютно не поврежденный то есть ни одной раны ничего и все вся римская армия была полностью деморализована у них не было сил сражаться они были разгромлены после этого события это первый тип настроя жестокая судьба перед тобой смерть стоит а ты настолько сильно веришь Бога что ты идешь к смерти и она тебе ручку жмет она не может с тобой ничего сделать это неподражаемая вещь вы не сможете никто я не вы никто не сможете это взять своими силами это милость Бога Господь сам выбирает такого человека Моисей пошел к фараону знаете кто такой фараон это не то что президент страны фараон это человек который может убить любого просто сказав что это надо сделать без всякого суда следствия вот он просто смог вот как его считали Богом на земле ну то есть у него безграничная власть у фараона и он вламывается к нему и говорит тебе фараон говорит тебе надо отпустить 600 тысяч евреев иначе Бог тебя покарает и тот говорит ничего себе ты так со мной разговариваешь говорит да он говорит но я тебя убью Моисей говорит ну попробуй тот говорит нет не убью передумал сразу потому что Бог в сердце находится но он начал с ним играться с Моисеем Моисей говорит придет бедствие на твою страну если ты это не сделаешь бедствие пришло потом еще одно бедствие потом еще одно потом когда Моисей приходит фараон уже трясется но не может отказаться он не может всем показать что он слабее это Моисей он даже его убить не может потому что это тоже будет слабость и до чего дошло его сына убила судьба всех детей там вот у египтян судьба уничтожила потому что это был последний уже шаг и после этого фараон сказал ладно все я вас отпускаю идите он отпустил всех всех евреев и когда они пошли за ним погналась армия целая чтобы их уничтожить и Моисей евреев повел не туда куда армия думала а прямо к морю где выхода нет все люди думают что такое Моисей говорит идите за мной вперед все пошли а потом вода раступилась представляете вода и мы не знаем то ли отлив был кто-то считает отлив кто-то считает что она просто так сильно распугалась никто не знает никто не помнит давно это было уже но они прошли когда армия туда тоже за ними ломанулась в этот проход и она вся просто потонула и потом все доспехи этих людей выбросила на тот берег где эти люди были они еще у них собрали золото все это украшения и у них были деньги возможности потом жизни это реально так происходит непобедимые люди понимаете которые первый настрой мы не можем выбрать это Бог сам решает когда у человека есть миссия какая-то в жизни то Бог наделяет огромной силой такого человека непобедимой силой то есть человек нужный Бог будем так вторая категория это люди которые выбирают настрой который дает им спасение это уже наш выбор мы можем выбрать такой настрой выбрать очень тяжело понимаете еще раз жестокая судьба дует но есть возможность этот ветер преодолеть эта возможность не ногами осуществляется не руками она осуществляется сердцем потому что все люди которые соприкасаются с жестокой судьбой их несет один раз я на лекции сижу читаю лекцию и один человек встал и говорит что ты несешь я говорю я несу людям добро все хотят слушать лекции то есть жестокая судьба она человека несет куда-то понимаете и она может не сдвинуть вас с места такое может быть если человек наделен божественной силой он сам против жестокая судьба идет приходит к ней и говорит иди отсюда и она уходит но мы не можем так действовать ты не можешь когда танк на тебя ехать выйти как бы терняшку открыть стрелять там со мной конечно стрелит и это будет неправильный поступок итак настроение первое настроение которое приходит человеку в результате того что его жестокая судьба терзает разрушает его психику называется страх ненависть жестокость насилие безумие это означает что человек куда пошел лапы смерти вот человек допустим в ненависть в состояние ненависти пошел все он погибнет под реальностью как он погибнет его неизвестно он живет допустим в Краснодаре война в Украине он вошел в состояние ненависти он сам туда поедет его никто не будет составлять или он здесь погибнет или он поедет в Турцию и там подерется с украинцами и погибнет там в состояние ненависти он найдет себе смерть сам понимаете вошел в состояние ненависти все дальше считай дни так здесь тут жестокая судьба она выводит человека на ненависть Ненависть может возникнуть в результате сильного горя. Мы не можем осуждать таких людей. Убило всех близких человек. Один отец взял, как бы, шесть детей, его пошло на войну, все шестеро погибли. Один за другим. Шесть мальчиков, все погибли. Но он не вошел в состояние ненависти. Он победил с любовью все равно. Стал героем. Дети тоже, как герои, погибли. Первый вариант – это ненависть. Второй вариант – это доблесть. Или чувство правды. Желание отстаивать правду, честь свою и так далее. Доблесть. И здесь, знаете, как работает? У кого больше правды? Вот два солдата, допустим, воюют. Не в ненависти. Если один из них в ненависти находится, а другой в доблести, тот, кто в ненависти, проигрывает. Я общался с одним боксером, который в это время ни разу не проиграл в жизни. И он рассказал, я его спросил, что самое главное? Он говорит, самое главное – это настрой. Если ты настрой, конечно, нужно мастерство, все, но говорит, ну мастерство без настроя, но и настрой – это самое главное. Если человек, он говорит, боксер почувствует хотя бы небольшую эмоцию по отношению к противнику, чуть-чуть злобу, чуть-чуть ненависть, чуть-чуть страх, то тогда ты проиграл. И поэтому и стараются боксеры бить в такие места, которые вызывают эту злобу ненависти и пытаются вывести из равновесия противникам своим действиям. Продолжение следует...